Эту девочку не надо учить хорошим манерам, потому что она сама научит этикету кому угодно. Знаток хорошего тона, самая вежливая девочка Москвы, Аня Волкова! Здравствуй, Анечка! Это вам! Ой, спасибо! Будет год собачивания! Спасибо большое! Какая красота! Боже мой, а ты какая красивая! Так, ну расскажи мне, Ань, как я, взрослый джентльмен, по правилам этикета должен здороваться с юной леди? Просто здравствуйте! Все! А ты все правильно делаешь всегда, да? Да! Признавайся, а палец когда последний раз в носу был? Это уже слишком! Простите! Извините, что, так сказать, зашел в вашу интимную сферу! Кто тебя пришел поддержать? Мама, Наталья и Татьяна Ивановна! Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Наталья, и что, это у вас теперь все в семье только согласно этикету живут? Практически! Что значит практически? Кто-то выпадает периодически? Ну, мы иногда позволяем себе и такие вещи. А, ну когда Аня спит, да? Вы сразу, значит, надеваете треники с оттянутыми коленками? Ну или когда она отсутствует дома. Ань, скажи, пожалуйста, а вот гулять с девчонками во дворе, там, бегать, играть, это по этикету? Леди не бегают. Боже мой, тебе пять лет, ну ты что, не можешь побегать? Я не буду вообще никогда бегать. Подожди, а... Побегала немножко, все, машина... Аж бегала свое, да? А есть какие-то советы для джентльменов? Таких людей не бывает. У нас в стране не бывает или вообще? Вообще не бывает. Слушай, а что, папа твой не джентльмен? А кто он, просто папа? Да. Леди, это же девочки, да? Да. А как называются мужчины, которые правильно себя ведут? Никак. Что говорят, что у нас патриархат? Вот, пожалуйста. Анечка, мы для тебя подготовили специальную викторину, в которой ты сможешь показать свои знания и этикета. А? Как тебе такая идея? А так вообще можно делать, Леди? Ну, можно. Ну, если так, то да. Пойдем. О, ты сразу забралась? Да. Ты здесь будешь сидеть, да? Да. Понятно. А вон еще одно кресло. Да. Поверь мне, это кресло не для меня, Анечка. Не подсматривай туда, не подсматривай. Это Дед Мороз. Думаешь? Дед Мороз идет, да? Дед Мороз. К нам идет настоящий Дедушка Мороз. Дед Мороз. Здравствуйте. Здравствуйте, Дедушка. Здравствуй, сынок. Здравствуй, Дедушка. Здравствуй, Максим. Здравствуй. Здравствуй, девочка. Дай-ка угадаю. Аня. Да. Здравствуй, Лапочка. Ну, садись. А мы тебя, Дедушка, тоже как-то узнаем вроде. Спасибо. Спасибо, сынок. Ни разу не видела настоящих Дед Мороза. Да, он сюда. Наконец мы с тобой встретились. А где же, Дедушка, твой стильный оранжевый галстук? Галстук, сынок, я не ношу по новогодним праздникам. А, меняешь на бороду. Да. Наверное, летел ты к нам 7 тысяч над землей, да, Дедушка? Летел на санях на своих. К вам. А потом еще 42 минуты под землей, да? Почти, еще минуточку вот здесь по коридору шел. Ага, понятно. Аня, дорогая, если ты обыграешь Дедушку в нашей викторине про этикет, тогда ты и получишь подарочек заветный. И еще посмотрим. Ну, давай, маленькая леди, давай. Вот, мой стоперный, все. Оп-ля. Сейчас вы будете по очереди отвечать на вопросы. Ведь сейчас грядет год собаки, как ты правильно сказала, в начале, да? Да. Поэтому за каждый правильный ответ мы вам будем выносить собачек. Ладно. Итак, первый вопрос тебе, Аня. Аня, если ты устал, можно ли положить на стол ноги? А, нельзя. Б, можно, но при наличии справки от врача. В, можно, если за столом не менее трех человек. Д, можно, пока никто не видит. Ноги на стол никогда, ни об каких обстоятельствах нельзя класть. Ни об каких, да? Да. Итак, ответ принят. Молодец. Абсолютно правильно. А мне еще не два. Выносите Ани щенков. Я хочу. Так, следующий вопрос для дедушки. В какой руке дедушка держит вилку, а в какой нож? Вариант А. Нож всегда держит двумя руками. Хо-хо. Б. Вилку держит в левый нож, в правый. В. Держит вилку в правой руке вместе с ножом сразу. И вариант Г. В гостях вилку за вас держит младший член семьи. Вилку всегда держит в левой руке. Да. А нож в правой. Ох, какой ты умный дедушка. Именно так. Правильно. Анечка, как встречать Деда Мороза? А. Сделать переднее сальто. Б. Пригласить в дом. Предложить присесть с дороги. В. Попросить документы и регистрацию. И Г. Дернуть за бороду и проверить мешок. Б. План Б. Пригласить в дом и присесть. Да. Предложить. Да. Абсолютно правильно, Анечка. Браво. Последний вопрос про этикет. Что делать, если подарок не понравился? А. Попросить чек. Вежливо сказать спасибо. А. В. Положить на тарелку нож лезвием к Деду Морозу. А. Там лишь к себе. Г. Промолчать, но в следующий раз Деду Морозу не пускать. А. 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 Обыграла тебя, внученька. А. Ох, обыграла. Я обыграла. Победила. Подарок. Подарок, дедушка. Ну-ка, давай ко мне подарок, сынок, помогай. А вы аплодируете. Давайте, давайте. У лидер рядом всегда должен быть джентльмен. А. Вынимай. Это твой подарок. Вынимай, это твой. Это мне? Это твой. Да, это тебе, Аня. Ты его заберешь к тебе домой, и будет теперь он жить с тобой. Вот. Спасибо тебе, дедушка. С Новым годом. Конечно, это тебе. С Новым годом, дедушка. Пожалуйста. Медаль в студию. Медаль нам в студию. А. 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 Так же, Анечка, вот тебе рюкзак со сладостями. Дедушка Мороз поможет тебе отнести. Пожалуйста, помогите. Вот тебе такого еще пса. Давай, я тебе помогу. Ты дедушка. Я малышкая собачка. Ну что же, дорогие друзья, это была Аня Волкова, которая лучше всех. А. 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 Не. Лучше всех, которым все прорист. Лучше всех на этого все нахелкете. Лучше всех отцу ты нахелкете. Субтитры создавал DimaTorzok